Одно исполненной мечтой больше. В следующем материале необычная история из поселка Красное. 11-летний Сергей Литков написал письмо губернатору Ненецкого округа, где попросил Александра Цибульского приехать в поселок, чтобы навестить ветерана образования Марию Лукину, которая хотела лично познакомиться с главой региона. Просьбу руководитель округа выполнил. На встречу с почетным жителем Приморско-Куйского сельсовета отправилась и наша съемочная группа. Ну хорошо, что приехали ко мне. Я давно хотела встретиться с вами, но познакомиться. А я не вижу, так вот только по голосу. Мария Семеновна Лукина с искренней радостью встречает главу региона Александра Цибульского. Почетный житель Приморско-Куйского сельсовета много лет проработала в школе учителем, а затем директором. В 1990 году при колхозе «Харп» организовала общественный музей, который до сих пор существует. Сейчас за 88-летней бабушкой ухаживают родственники и Сережа Литков, участник военно-патриотического клуба «Поиск». Он и стал инициатором их встречи. Мы были у Марии Семеновны, и она сказала, что хочет познакомиться с Александром Витальевичем. Ты давно посещаешь клуб «Поиск»? Да. Ну сколько? Со скольки лет? С первого класса. Военно-патриотический клуб «Поиск» поселка Красная – гордость нашего региона. Его участники не только помогают пожилым людям, но и занимаются военной подготовкой, а также поиском останков солдат, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Занимаемся физической подготовкой, изучаем историю. Вот создали музей, ребята сами ведут экскурсии в музее нашем. У нас музей посвящен Великой Отечественной войне, и чеченской кампании, и афганская война. Это наши выпускники нашей школы, которые принимали участие в войнах. Это тоже в нашем музее информация по ним есть. Вот так вот. А так общественная работа, что где, мы всегда готовы и всегда бежим вперед. Во время встречи руководитель военно-патриотического клуба «Поиск» Марина Литкова обратилась с просьбой к главе региона Александру Цибульскому оказать финансовую поддержку в участии в лыжном походе. Дело в том, что клуб получил приглашение на 40-й по счету поход ветеранов и молодежи, посвященный подвигу отряда разведчиков – североморцев под командованием капитана Юневича. Лыжная экспедиция пройдет период с 26 по 29 марта на территории Мурманской области. Александр Цибульский поддержал инициативу и заверил в том, что власти региона профинансируют поездку юных патриотов в Мурманскую область.